Привет всем! Всем привет, привет, привет! Телеканал М1 на связи! Оу, есть уже первые наши зрители! Класс! Сейчас будет вас очень много, верю в это! Как дела? У нас сегодня непросто, непросто эфирчик, у нас сегодня суперэфир с премьерой, а время истекло буквально через несколько секунд, может быть минут, они будут на связи. Ребята, Леша, Надя, и мы с ними пообщаемся о песне Last Dance, которую они сегодня выпустили. Так, дела, привет! Дела, дела, дела! Всем здравствуйте! Собираемся, ребята, активнее, потому что виз! Да, это правильный ответ, сегодня у нас будет классный эфир. Меня зовут Андрей Черновол, и мы будем общаться с группой. Время истекло, если кто-то не понимает, куда попал, можно передать мне привет. Конечно, Миш Вермиш 2.0, тебе привет! От телеканала М1 и от меня лично. Так, мы собираемся активней, My Love Dodo. Но я так понимаю, что все фан-группы ребят сейчас подтянутся, и после этого мы сможем уже пообщаться с группой Время истекло. Кстати, сегодня у них насыщенный день по всем радиостанциям, по всем телеканалам, везде премьеры. Все говорят только об одном, что вышел последний клип, последняя песня группы Время истекло. Ну и, конечно, еще одна тема для разговора, это космичный уикенд, вид Атлас уикенд, который состоится уже завтра. Кстати, да, завтра в 20.00 на телеканале М1 на Луне будут выступать лучшие артисты, в том числе Время истекло. И по этому поводу ребят мы пригласили в прямой эфир немного пообщаться. Так, я ищу запросы, пока нету. Привет, как дела? Тут в основном так пишут. Лайки, ваши лайки активнее, может тогда активнее появятся, и скорее мы увидим ребят тут у нас в эфире. Ищу время истекло, по-моему, нам отправили запрос. Три, два, один, гоу! Нет, еще нет. Ожидание, время истекло. Так, Мила Еремеева уже у нас тут. Передайте привет Жанне Петровне, пропевницкий. Милочка, привет, и Жанне Петровне тоже. Это твоя родственница, да, я так понимаю? Скорее, где они? Не знаю пока, где они. Они тут. Я пытаюсь с ними выйти на связь, но у меня ожидание, время истекло. Может быть это из-за того, что вы мало лайкаете? Попробуйте активнее. Мы тут. Да, я пробую вас, ребят, добавить. Сейчас еще разок. Отмена. Так, запросики. Сейчас у нас все получится. Так, это у меня уже камера переключилась. Хорошо, почему бы и нет? Смотрим, смотрим, смотрим. Вот, пробую еще разок. Моя внучатая племянница. Да не лайкайте. Ну, почему не лайкать, Мил? Ну, почему не лайкать, если лайкать? Ооо! Ессс, привет! Приветики! Привет, братва, привет! Все хорошо? Это наш пиар-директор, Лена, познакомься. Леночка, ну я Лену знаю, конечно, Лена, привет. Ребят, ну, во-первых, круто видеть вас вместе. Дарина! Дарина, привет! Все в сборе! Мы реально рады, что вы вместе, в одной машине, и как будто бы группа и не распадалась. А группа еще не распалась, у нас еще тур предстоит целый большой, всеукраинский. Поэтому, куда мы всех сегодня и пригласили, такой замечательной песни под названием Last Dance. Блин, ну, песня офигенная! Вы уже прошли по всем радиостанциям, еще, я так понимаю, направляетесь ее презентовать, да? У нас был тур по радиостанциям, да. Да, сегодня мы уже побывали и на Русском радио, и на Hit FM, и на нашем радио, презентовали везде песни, рассказали всю предысторию. И хотим еще вам, конечно же, ребятам, сказать, что мы собираемся в тур, который называется «Финальные титры». Сегодня вышла песня, которая называется «Lost Dance», и это такое большое, классное приглашение. Во, Леш, так и держи, так и держи. Это вообще классное приглашение на концерты. Хорошо, вот это приглашение, которое мы сейчас видим в рекламе. Приходите и увидите их вживую, наконец. И поэтому еще хотим сказать, что уже песня вышла на всех платформах, поэтому вы можете спокойно заходить и для всех телефонов, андроидов со всех своих девайсов и слушать ее онлайн или качать ее. Ну, главный вопрос, мы сейчас еще вернемся к песне. Главный вопрос. Вот был карантин. Перед карантином вы выпустили песню «Никогда навсегда навсегда никогда», да? Да. И мы думали, что это последнее. Что случилось такого, что вы решили еще одну бахнуть? Дело в том, что, как раз ты правильно все сказала, это был карантин, и тур уже должен был быть в разгаре уже в это время сейчас. Поэтому, если мы как раз перенесли тур, поэтому для этого мы сделали песню для того, чтобы поддержать наших поклонников чем-то новеньким, чем-то свеженьким, и таким образом еще и пригласить их на концерты. А вы за это время, за время карантина, вы не передумали распадаться? Может быть, что-то произошло, и вы подумали, что не будем распадаться? Надя, ты распадаешься или нет? Я не распадаюсь. Ребята, но у нас пока что все по плану, и группа работает еще до декабря, и декабрь включительно, я уже говорила везде на радио, если корпоративы заказывайте. Мы работаем еще в этом году. А уже со следующего года все-таки будет ждать что-то другое, но мы с позитивом настроены конкретно все равно, конечно, на группу «Время есть». Леша соскучился, сразу видно. Что такое, блин? Все, ты меня отвлек, я типа вообще… Давай, буду держать, хорошо. Не-не-не, я подержу, давай. Рассказывай, Леша. Так, что мы увидим у Леши? Слушай, сложно говорить вот так вот. Скажите, пожалуйста, вот мы посмотрели уже клип, он сегодня утром буквально вышел, да, премьера, в стиле такого, не знаю, вестерна, наверное, 80-90-х годах. Кто вас вдохновил на именно такую стилистику? Знаешь, это была идея Манохи и Шелковникова, наших прекрасных режиссеров, которые как раз сняли клип на песню «Дым», которая, кстати, вчера получила награды еще. Мы вас поздравляем! Мы получили «Дым», лучшая песня. По-моему, лучшая группа, да? Скажите, лучшая группа у нас «Дым», юноши? Слушайте, ну вы лучшая группа для нас всегда. Спасибо. В общем, и вот эти ребята как раз пришли просто с этой идеей, прекрасно с такими образами, интересами, в которых мы не были никогда. И мы, на самом деле, импровизировали всю эту съемку, то есть у нас не было задуманных постановок, ничего, ни танцев. Мы просто были самими собой, что нам очень понравилось. Не понравилось! Это отвратительно! Да, это правда. Вот, блин, кстати, я об этом забыла, когда вы сегодня рассказывали, но хочется сказать, что обычно мы суперсильно как-то серьезно готовимся. Единственные три трека, к которым мы вообще, и клипа, к которым мы не готовились, и изначально это планировались быть просто лирик-видео, это песня «То», «Песня», «Дым» и «Ласт Дэнс». И они рекордсмены как раз. И там много действительно просмотров. Я думаю, что с клипом «Ласт Дэнс» получится то же самое, потому что, опять же, по секрету, это задумано все равно как лирик-видео. Но оно получается настолько мощно, настолько круто. Там и спецэффекты, и дождь, и костюмы, и смена. В общем, мы умеем снимать классные лирик-видео, которые выглядят круче, чем некоторые клипы, которые снимаются с огромными бюджетами. Надь, Леш, ну смотрите, в этой песне новой «Ласт Дэнс» есть мощный хук «Не хочу его кончать». Кто придумал эти строчки? Сам. Потап. Конечно, заслуженный. Заслуженный артист. Заслуженный. Заслуженный! Кто же, как не он, может придумать такие строки, как в народ, по-любому. Давайте поговорим еще о... Не хочется кончать танец. Это нормальная правда. Этоảngраль. Заслуженный. … Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Не слышим. А ты нас слышишь? Ой, давай тогда общаться, если ты нас слышишь, через ребят. Ты говори ребятам, они нам пишут, не отвечают. Отлично, я говорю. Звука нет. Скажите, у кого нет звука? По-моему, у тебя нет звука. Нас ребята слышат. Скажите, нас слышно? Напишите. Не слышно. Кого тихо говорят, блин, а почему? Не слышно. Давай зайдём через... Я сейчас глял, у кого не слышно, он слегка. А где звук? Мы тоже интересуемся. Слышно? О! Не слышно? Слышно. О! Другое дело. Ес! Мы победили. Я хотел... Да. Фото, видимо, тупят. Ладно, не важно. Я хотел с вами ещё обсудить космичный уикенд, атлас уикенд. Вы же полетели на Луну. Да, это было очень клёво. Правда? Какие впечатления? Во-первых, опыт. Мы достаточно опытная группа и часто выступаем перед разной публикой. Но здесь, конечно, публика была для нас совершенно новой, нестандартной. Но мы их раскачали. Да. Это вот как... Вот мы настолько перед корпоративом, когда нас приглашают на корпоратив, например, и женщине 50 лет юбилей, и ты думаешь, она знает хоть одну песню. Оказалось, что все знали наши песни, все подпевали, все танцевали своими тремя ногами, пятимя руками, вот. Поэтому мы очень прикололись. И я думаю, что и зрителям один тоже очень прикольнётся от такого необычного, чего-то нового, чего-то интересного, такого крутого концерта. Я хочу добавить, что самое главное, что мы презентовали как бы нашу новую песню там. Да, мы, кстати, первый раз её исполняли, впервые, и у нас не было ни постановки, ничего, мы просто импровизировали и тащили сюда. И вообще для нас, после, знаете, карантина, это было очень приятно выступать, потому что у нас до этого был всего лишь один концерт в Одессе, и все были такие свеженькие, балет так хорошо танцевал, мы там смеялись, потому что реально такой контраст до, когда все уставшие уже, знаешь, изнемождённые, а после карантина все бодрые, все классно выступают. Ну, я представляю, как артисты соскучились за сценой, и это, наконец, вот возобновляется, и группы «Время и стекло», в том числе концерты, начинаются, космический концерт. Кстати, всё это увидеть можно будет на М1 уже завтра в 20.00, как ребята выступают в космосе. Обязательно. Да. И в фан-зоне у вас, я так понимаю, внеземные цивилизации, правильно? Да, да, да. У меня там был любимец зелёненький. Зелёненький. У меня была вот в этих металлических трусах женщина. Ничего себе у вас поклонники. А ваш тур начинается, насколько я помню, в сентябре уже, да? Ну да, у нас все наши даты, все даты наших концертов, они как раз уже есть в социальных сетях, везде можно зайти, посмотреть, найти свой город, и уже можно покупать билеты. Вот, я просто уверен, что все захотят попасть, особенно после сегодняшней премьеры. Увидимся на ваших концертах обязательно. Будем танцевать, подпевать Last Dance, все ваши хиты. Спасибо, спасибо большое, ребята. Сейчас срочно, пожалуйста, зайдите, посмотрите клип, потому что клип бомбический, классные образы, необычные мы. Очень хочется, чтобы заценили и написали нам коммент. Как вам, нравится или нет? Ну а завтра все смотрим в эфире телеканала М1 замечательный концерт на Луне. И, пожалуйста, просьба от всех поклонников. Может, еще есть время, передумайте. Ребят, оставайтесь с нами. Лучшая группа Украины и тут такое. Ну что это за трэш? Спасибо, это приятно. Это приятно, ребята. Мы вас любим. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо, что у нас самый эффективный концерт. Он самый активный, и мы вас за это очень благодарим и любим. Спасибо вам большое за прямой эфир. Не буду вас задерживать. Езжайте на новые премьеры, на новые радиостанции, телеканалы везде. И пусть Last Dance звучит громко. Спасибо, ребята. Всем пока. Хорошего дня. Все, пока. Хорошего дня, ребята. Пока-пока. Так, ну что ж, это группа Время и Стекло. Тут у нас на канале М1 презентовала Last Dance. Послушать можете на Ютубе, уже ключики есть. Можно послушать на всех платформах. Поэтому сделайте это прямо сейчас, ребята. Я вас очень-очень прошу. И не забывайте, что завтра в 20.00, завтра 11 июля у нас в 20.00, заходите на телеканал М1, включайте его и смотрите выступления группы Время и Стекло. Мишель Андраде, Макс Ги, Никита Ломакина, Юси, Ингрет. Будет много сюрпризов. И это будет концерт. Где? Правильно. На Луне. Первый такой космический концерт. Такого в Украине еще никто не делал. Поэтому вы это обязаны увидеть. До встречи завтра. Я там тоже обязательно буду. Поэтому до встречи на Луне завтра. Спасибо огромное. Так хочется на природе уже концерт. Хорошо. Пока. Много комментариев от вас. Любим. Может привет. Привет, Элина. Всем привет. С радостью передаю. Много сердечек. Много разных флажков. Я уже смотрел классное видео. Очень классный клип. Правда, классный. Спасибо еще раз большое группе Время и Стекло за эфир. И спасибо всем, кто был с нами. Всем пока. Меня зовут Андрей Черновол. Еще увидимся здесь же. Поэтому подписывайте своих друзей. Пока. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...